Семинар-экзамен для своих же работников. Такой состоялся в заповеднике Кузнецки-Алатау. Сам директор надел ушанку и фуфайку и превратился в браконьера. Чего только не сделаешь, чтобы сберечь тайгу и своих подопечных в ней. Мужчина средних лет с трехдневной щетиной и пахнущей лесом. Портрет инспектора заповедника. За парты с ручками в руках они как чужие. Но ничего не поделаешь. Раз в году аккредитация. Экзамен на знание природного законодательства. А главное – на умение действовать правильно и в его рамках. Полномочий полицейского у инспектора нет. А ловить тех, кто нарушает закон, приходится. Причем в глухой тайге и часто с присутствием у вторых оружия. Поэтому теоретическая часть соседствует с практической. В роли браконьера – директор заповедника Кузнецки-Алатау Алексей Васильченко. Как звать вас? Иванов. А имя что? Иван Иванович. Иванов Иван Иванович. А что месяц год рождения? 1863. Хорошо сохранились. Да. Это, наверное, то, что на природе сейчас боится. Да. Это от хорошего общения с инспекторами заповедника. Да, хорошо. При встрече с нарушителями и при выполнении вот этих своих горностных обязанностей, они достаточно четко уже понимают поставленную задачу. Как нужно действовать? Что нужно выполнять в первую очередь? Как соблюдать технику безопасности? Даже те вопросы, как необходимо разговаривать с нарушителями? Миссия непростая. Все, без исключения спектра, рассказывают одну и ту же историю. Пугает ли вообще браконьеров штрафы, занесенные у черпли, наказание там? Как бы их штрафы не пугает. В основном люди едут богатые. Крестьян там редко увидишь, как бы. Все толстосумицы такие. И их штрафы... Просто у них как бы принципиальность какая-то там. Нам все можно, все мы можем. Мы вот такие богатые, у нас деньги есть, мы плевали на все. На все ваши законы, на все ваши охраны. По-моему, нет. Я думаю, не пугает. Потому что некоторые по несколько раз попадаются. Необходимо ужесточить законодательство за нарушения, которые они совершают. То есть это поднятие штрафов, может быть, даже и за тяжкие какие-то нарушения и внесение уголовной ответственности. А чтобы не проколоться самому, строгое следование букве закона. Вот зачем семинар и экзамен. Стоп. А для чего тогда вопросы про флору и фауну? Еще одна миссия инспектора – помогать ученым. Во-первых, инспектора – это люди, которые большинство своего времени находятся в тайге. То есть непосредственно на территории заповедника. И именно они, как правило, получают те сведения, которые необходимы нам для составления летописи природы, для составления различных отчетов, публикации научных статей. И именно взаимосвязь научного отдела и инспекторского состава должна выстраиваться не на должностных обязательствах, а в плане тесного сотрудничества. Многие думают – не работа, а отдых. Гуляй по тайге. Никто за тобой не следит. А ты попробуй, отвечают инспекторы. Кстати, экзамен в этот день сдали все. Продолжение следует...